Сейчас буду пусть все спускается, пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прямо вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Закомых Субтитры создавал DimaTorzok Да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Тебе ведь нравится болтать с Арминой? Да А если на самом деле ей приятнее проводить время с кем-то другим, но отказать не может, ведь она хороший человек. Неприятный ведь, да? Эрмена следует своим чувствам. По ней сразу ясно, кто ей симпатичен, а кто нет. Сын, например, у них не прожилы отношения. Я все равно не понимаю. Не хочу никого обижать. В жизни так не бывает. Угодить всем невозможно, поэтому возникают конфликты. Так или иначе, ты кого-то дообидишь, однако это не делает тебя плохим. С другой стороны, как мне или Эрмине догадаться о том настоящем отношении, если ты ведешь себя... Если ты со всеми ведешь себя одинаково. Если для тебя нет разницы между приятными и неприятными людьми, откуда нам знать, что мы не относимся к последним? Это не так? Я рада, что твоя мама показала, каким должен быть хороший человек. Вежливым, дружелюбным, аккуратным, интеллигентным. Но прежде всего, разве не нужно быть с собой? С собой? Чего хочет настоящий Джошин, а не хороший мальчик? Я знаю, что Джошин не выносит красную пищу, Джошин не любит заниматься спортом, Джошин читает только приключенческие романы. Разве тебе не приятнее быть обычным Джошинем не идеальным воплощением хорошего мальчика? Человеческая сущность тянется к смерти ли? Как мышь идет к мышеловке. Ты предлагаешь мне податься инстинкту и умереть? Я должен держать себя в руках, чтобы выжить. Джошин не занервничал. Я не могла допустить, чтобы он снова закрылся в своем ограниченном мирке, поэтому сбавила обороты. Я просто отвечаю на твой вопрос. Эрмине будет приятнее общаться с настоящим Джошинем, а не с кем-то лишенным индивидуальности хорошим человеком. А не с каким-то лишенным индивидуальности хорошим человеком. И хочется, чтобы я спасала именно ты, а не любой другой выходящий мимо незнакомец. Простой пример. Если бы ты простудил... Если бы простудилась Дебра, Армина, несомненно, стала бы за ней ухаживать. Потому что это правильно, хороший поступок. Ведь она в ответе за здоровье гостей Амнии. Но сидела бы она всю ночь у кровати Дебры, как сидела у твоей. Я в этом не уверена. Один и тот же поступок может выглядеть по-разному. Все кроется в чувствах человека, который его совершает. Чувства. Не существует одинаково хороших или плохих поступков. Нет четкого свода правил, по которому следует жить так, как рано или поздно приходится столкнуться с ситуацией, не помещающейся в рамки обычных терминов. У всего есть второе дно. Хоть и события, хоть и человека. И что же делать? Быть хорошим человеком недостаточно? Нет, недостаточно. Человек сам решает, как ему поступать, отталкиваясь от того, что считает верным или неверным. Лично я предпочитаю жить по совести. Есть у меня сомнения некоторые. по совести? Ну, да. Совесть. Есть такое понятие. Поступать так, как считаю нужным в данный момент. Если потом окажется, что выбор его сделал неправильно, что ж, так тому и быть. Но эта дорога ведет к смерти. Сто процентов людей, которые дышали, умерли. Какое-то время мы молчали. Вряд ли Джоша не получила ответ, на который рассчитывала. Точнее, я его только сильнее запутала. Как объяснить человеку, что невозможно никогда не ошибаться? Со стороны все выглядит замечательно, но если копнуть глубже, глубже выходит, что Джоша не внутри пуст. Пустые. Не сумеешь держать эмоции, я решила снова заговорить, хоть, но он и просил оставить Джоша не в покое. Люди не роботы. Люди не роботы. Только машины выполняют заложенные в них программы, никогда не отступаясь, не ошибаясь. Люди не должны игнорировать свои желания и эмоции, только потому, что рискуют попасть в мышеловку. Подавляя чувства, загоняя саму свою суть, на задний план человек становится пустым. Без желаний человек существует, никому не причиняя вреда, но какой в этом смысл? Прямо как о мне лишенная постояльцев, так и человек вращается в пустую оболочку. Сломался. Я не говорю, что надо потакать всем своим желаниям, это тоже неправильно. Но не хочу общаться с человеком, не со сводом правил и законов, понимаешь? А человек не может жить без желаний. Чего желаешь ты? Все это не изменит главного. Плохой умрет. Плохие люди умирают ли. Неважно, желают они чего-то или нет. За плохим поступком следует смерть. Мучительно, выжарсающая кончина. Я сделаю все, лишь бы не встретиться к ней лицом к лицу. Вернуть было больше, раскрывать больше не было смысла и стащилась морально и физически. Так. Она листается, листанется, нестанется, нестанется. Так. Что мы-то должны? Мы должны ее прервать. Дэп. Я совершила недостойный поступок. Я бросила маму. И не хочу этого слышать. Пришлось ее оставить, потому что она была против моей затеи. Против важного для меня решения. Я убежала, нет, исчезла, прежде чем она нашла способ помешать. Я росла без отца, родители разошлись до моего рождения, и мама никогда ничего о нем не рассказывала. Разрыв оставил ее сердце глубокую рану, и мама всеми силами старалась ее подавить. Но чем старше я становилась, тем сильнее мне хотелось встретиться с отцом, поговорить. Но он-то в курсе, что у тебя дочка 17 лет не есть. Узнать, какой он. В нашем доме нет ни одной его фотографии. Я не знаю, как его зовут, так как мама сменила фамилию и спрятала все документы. Она вычеркнула его из жизни раз и навсегда. Как бы я ни просила о нем рассказать, она молчала. Это было тяжело. Но потом я случайно узнала, что отец как-то связан с этой гостиницей. Возможно, он раньше часто в ней останавливался или даже работал. Я расспрашивала Нолана, но он также ничего не знает. Поэтому я решила работать во мне и найти хоть какую-нибудь зацепку. Если мама узнала, что я ищу папу, она бы меня убила. Поэтому я сбежала. Не знаю, простит ли она меня когда-нибудь, но мне пришлось ее бросить. Я должна найти своего отца. Эрмина. Возможно, моя встреча с ним разобьет маме сердце. Она может возненавидеть меня, отвернуться и вычеркнуть из жизни, как и отца. Но я все равно считаю, что имею право с ним познакомиться. Что бы там ни думала мама, это мое право. И мой отец. Я не знаю. Ты любишь решать конфликты путем мирного диалога. Но иногда диалог невозможен. И тогда приходится делать выбор. Все это лишено смысла. Ты либо поступаешь хорошо, либо плохо. Я не знаю, как я поступила. По отношению к матери, да, наверное, плохо. Но по отношению к отцу и самой себе, хорошо. Я честна со своей совестью и не считаю, что поступаю неправильно. Зачем? Он ведь совершил что-то плохое. Поэтому твоя мама с ним порвала. Он давно мертв. Нет смысла его искать. Может, поэтому о нем тебе не рассказывали? Лучше считать отца живым, чем знать, что он... Что он... Слишком много красного. Я все равно должна знать. Ты будешь страдать. Это не важно. Ты бросила мать ради иллюзии. Ради эгистичного желания. Ты представляешь, как она сейчас мучается? Да. Мучается. Наверное, да. Хорошие девочки никогда так не поступят. Хорошие девочки никогда не подведут меня. Слушаются мамы считалось о взгляде Джошине. Мне нравится заставлять ее переживать. Но я считаю, что она не имеет права скрывать от меня правду об отца. Поэтому я сделала выбор. Так неправильно. Зачем вы все это говорите? Что вы пытаетесь не доказать? Мы совершали плохие поступки, Шэн. А значит... Мы умрем. Так. Твоя мать сдалась. Ну, вот буквально 20 минут не дочитали. Прикиньте. Ну, как 20. Побольше, я думаю, будет. Получасика. Получишься. Жить в мире, где поступки от этого страха невозможно. Так. Если это у нас что-нибудь... 什么 все-нибудь. Что значит? Что значит? Что значит? Ну, кстати, еще нет, надеюсь, файлы, какие-то макеты, так, ну тут ничего не меняется. Родственники нет, кстати, у него уже буквально нет родственников. У нас же буквально все умерли. Верь себе, Яшень. Верь себе. Никто не может решать за тебя, ты должен сам выбрать свою собственную жизнь и свое собственное счастье. Прости, я не могу с тобой встречаться. Я не хочу врать и улыкавить, поэтому скажу прямо. Есть девушка, которая занимает все мои мысли. К сожалению, не ты. Прости. Спасибо за ответ. Я понимаю, теперь мне гораздо легче. Я вернусь в комнату, надо собрать вещи. Да, мы пойдем. Когда сестры ушли, Джошини нервно вздохнул. Я обидел Юнию. Ты ни в чем не виноват. Я должен был согласиться, должен был. Что ты должен? Нет, обидел. А кого обидел Юнию? Или не Юнию? Или ты себя обидел? Всех? Кошмар. Кошмар. Ну, значит, всех на проверку. Всех на проверку, значит, надо. На этот раз я у голоса мелькнула злость. Но я не смог. Не смог врать ей в лицо. Это было бы слишком жестоко, но Юния теперь меня не возновидит, да? Она наверняка сейчас плачет. Я ведь ни за что на свете не хотела допустить, чтобы кто-то плакал по моей вине, как мама. Когда ее предавали, она всегда родала так, будто ее душу выворачивает наизнанку. Знаешь, может быть, у твоей матери тоже были какие-то проблемы. Ну, наверное, она... Думал, что никогда не заставлю женщину плакать. Знаешь, это сложно. Как бы тебе сказать? Даже если ты не хочешь, мы все равно можем заплакать. Это будет как бы не совсем твоя вина, но ты просто кружку не туда поставишь. Или, не знаю, носок оставишь где-нибудь. Случайно даже. Это будет как бы не совсем твоя вина, но девушка может заплакать. Но по другой причине, поэтому... Называется гормоны. Поэтому, Шан, это безнадежное желание. Что-то там случайно вышло, ты просто должен пойти извиниться. Или, не знаю, выяснить, что не так. Может, тебе мороженого принести? Что-нибудь такое. Потому что природа делает вещи тоже. Ладно, Шан про это не знает. Он... Он не знает такие страшные вещи. Ой, ну... Это вы виноваты. Вы оставили меня сомневаться. Я пыталась встать на место Юнии. Сейчас ей очень больно, я люблю ее, но как подругу. Если бы я собралась в своих чувствах, ей было бы куда больнее, так? Ну, это когда люди счастьем могут плакать, его порвет. Реально. Вот это вот тоже, да. Почему ты плачешь? Я тебя как-то видел. Нет, я счастлива. Но почему ты плачешь? Люди же плачут, когда им плохо. Шан, ты идиот. Шан, ты идиот. Шан, ты идиот. Диалог будет примерно вот так выглядеть. Так. Так. Ох, Шан. Ты поступил правильно. Я хочу дружить с вами, потому что вы мне нравитесь. И встречаться с девушкой, как... Девушкой я хочу, любя ее всем сердцем. Так ведь правильно. А сам ты как считаешь? Даже если ты заставит ее не плакать. Я бы наказан, да? Наказан за свой эгоизм. И надо волшебить человека, чем пойти у него на поводу. Жизнь куда сложнее, чем кажется. Все зависит от поступков и от твоих чувств. Я же говорила, да? Человек должен жить по совести. Только что ты поступил так, как посчитал нужным, не опираясь на правила хороших панчиков и избежал огромной ошибки. Пусть мы играем холодно-горячо, двигаясь то к жизни, то к гибели, но ведь горячее... Ведь горячее имеет привычку оставать и холодное нагреваться. Плохие поступки могут оказаться хорошими, а хорошие плохими. Но если тебе холодно, подошло... Ермена подошла к Джоже, нерешительно сжала его ладонь. Я пытаюсь согреть. Вместе всегда теплее. Вот так... Понятно, у кого какие предпочтения говорится. Лёша не сжал. В ответ маленький ладонь. Тож Кермина и та от неожиданности ухнула. Секунду, я сейчас вернусь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Что это? ДимаTorzok 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 Хорошо Но в дан же место ограничено Доряки мы не бежали, летели и очень скоро увидели мост. Точнее то, что от него осталось. Остов обрушился в воду, носяг нившие доски в низ, потечень... Сейчас добрали, чтобы она была где угодно, не во мне. Лучше во враге, конечно. Во враге Ли уже. А враги заняты. Привет, граф. Ну, есть еще одно, главное место. Подвалы. Ну. А у Дебры нет. А Дебра, Дебра, Дебра. Ну. Дебра. У Дебры есть шкаф в той комнате. Она может там просто закрыться и не выходить. Нет, шкаф, в котором кукла. Там же надпись, она вот специально. Дебра будет на нее смотреть, обнимая куклу и это самое. А Винсон будет другой шкаф занимает. Ну, или просто Дебра может занять кабинет Ноуна и все. Что уж там? Ключ-то есть. Ну, или а мне, ну, или так. Веревки свисали вдоль берега, напоминая обучерневшие одоросли. Что случилось? Думаю, старые веревки перетерлись. А в другой концовке ты на них прыгал, кстати. Я потом немножечко, правда, утонул. Черт. Плохо. Почему снова? Плохой умрет. Шен! Нет, все нормально. Нужно перебраться на другой берег. Варианты. Я знаю только о главном масте, но он разрушен. Больше на карте ни один не указан. Есть еще. Решение посмотрело на масток. Он хмурился, но выглядело решительно. Я нашел его совершенно случайно, когда сбился с пути. Он... Нашел, как я сбился с пути. Ха. Идем. Веди нас. Он, наверное, состоит из упавшего дерева, да? Мы забирались все дальше на восток. Внимо нас с тревинительной скоростью проплывали обломанные ветром ветки, а порой целые стволы поваленных деревьев. Вон там. А, нет, стоп. Это вот этот... Нет. Блин. У нас рухнул тот мост, да? В этой самой везунчике. Мы же не на этот мост приходили, да? Просто помнишь, что он там мост уронил? Бут представил собой за жалкое зрелище. От него остались только перетянуты на другой берег веревки на нескольких и два держащихся досок. Вот же трень. Так, это, наверное, Бут старается. В поиске другой переправы займу часы. Эрмина точно там. Я не стану рисковать. Ты прав. Вот, Ли, держи. Винсен притянул на веревку. Я мотал ее вокруг пояса, а другой конец Винсен привезла к дереву. Такое ждал Джошини. Тот сомнением покосился на нее, но не стал спорить, времени не было. Джошини пошел первым. Деревянных частей моста практически не осталось, пришлось передвигаться по натянутым канатам. Джошини делал небольшие аккуратные шажки с таким спокойно всредоточенным лицом словно находился в веревочном парке, окруженном смотрителями. Ноги его скользили по нижнему тросу, а руки держались за верхней. Интересно, что придавало ему смелости? Уверенность, что с хорошими мальчиками ничего не случится? Или страх за ним? А может, просто привычка? Эрмина и Бут старается. Так или иначе, он успешно добрался до другого берега. Теперь ты, Ли. Удачи. Если свалишься, я тебя лично прибью, поняла? Вполне. Каким чудом я не сорвалась, не знаю. Главное двигаться. Только вперед. Потихоньку, но вперед. Потеревеневшие ноги на автомате скользили по неустойчивой веревке. Скользко. Как же скользко. Руки ныли от напряжения и усталости. Немного осталось, ведь еще немного. Я стала пырнуть голос в сторону Джошини. Я не пришла и половина. Горло моментально высохло. Я болталась прямо над бушащей рекой и не находилась сил двигаться дальше. Страшно. Как страшно. Тело перестало слушаться. Я не упала только потому, что пальцы железной хваткой сцепились в веревке. Я бы не смогла рожать их, даже если бы захотела. На землю. Давай не будешь еще водоемы занимать. Водоемы, напоминаю. Вообще у нас Шену немножечко тоже принадлежат. По крайней мере... Ну, кстати, да. Успешно утопился-то он. Он же успешно утопился. В озерах. В речку упал. Так что его, в принципе, криптонит. Спешно утопиться с ревантом. Ну. Только утопился на моей шею. Ну, это тоже. Ну, считай. Это как... Вариант. Он же в воде... В воде оказался все равно. На землю. Я хочу на землю. Спокойно ли? Хорошо? Шен? Леша не подбадривал меня с другого края моста. Все хорошо. Я в этом специалист, помнишь? В веревке выдержат. По опыту знаю. Я не бы рассчитала все по-научному. Натяжение там наш весело, трение и прочая зомность. Ну, я и так знаю. Выдержат. Ладно. Да, вот так. Еще немного. Неплохо справляешься. Не присоединяешься к моей следующей поездке? Нам не хватает таких смыльчиков, как ты. Шен, я не советую. Знаешь... А то в вашем древнем городе окажется 10 новых оврагов. Они просто появятся. Еще она случайно оскорбит своей шуткой древнего духа. Не переборщиваешься. Перегибая палку? Ха-ха. Он говорил то, что я хотела слышать. Успокаивал, подбадривал. Как и всегда. Но не ради себя. Помогая мне преодолеть страх. Что значит случайно? Ну что, с победой тебя? А? Вот ты и на месте. Это будет намеренно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мама, меня сложно занести в список хороших людей. Если бы я упала, так там мой быть. Но ты помог мне. Я об этом не думал. Решение целого взгляда, показывая, что не хочет тратить время на очередные разглагольствования. В этот момент за нашим спинами раздался треск открежет. Мост не выдержал. В игровке порвались и редкие деревянные перекладины нарухнули в серую воду. Череда неудач начала действовать на нервы. Черт. Проклятие. Что делать? Так, слушайте меня. Идите кормить меня. Мы попробуем перебрасывать через главный мост. Может, вы, не знаю... Например, Дебра сбегает во мне и скажет, что у нас два вот этих моста рипнулись. И вы пошли искать Эрмина и все проще. Может, они того, что-нибудь придумают или, там, не знаю, вызовут службу спасения. М-м-м? Эрмина, например, пойдет проверять, как главный мост работает. Ну, понятно, насколько через него можно перебраться. Проверят в это время. Я буду берется, он на него посмотрит, на него такой. Ну. На 80% это мост, на 20% это рухлядь. Приходилось кричать, чтобы слышать друг друга из-за шума воды. Хорошо. Готово? Тогда идем. Ну, наконец, мы забрались до пещеры. Черт. Что такое? С фото бы обвалился. Что? Я заглянула во тьму. Без фонарей ничего не было видно, но вскоре взгляд уткнулся в силуэты камней. А... А фонарик вы решили сама не брать. Ладно. Проклятие. Мы можем... Мы можем разобрать завал? Бесполезно. Душа не прошла вглубь пещеры, осмотрела переградившие дорогу сырой покрытой мхом волны. Скорее всего, свод обвалился не только на этом участке, а чуть ли не по всей линии пещеры. Я боялась, что такое может произойти. Я не рисковала спускаться во время дождя. Блин, я только хотела тебе предложить побыть Крисом Редфолдом из пятой части. С конца. Кто знает, тот поймет. Его отношение с камнями. Эрмина в ловушке. Существуют другие пути к озерам? Другие пещеры или какие-нибудь тайные тропы? Черт, плохой должен умереть, а? Черт. Под яростным порывом Джошине я подалась назад. Шан. Я чему удивляюсь, все происходит так, как и должно. Смех. Если плохому человеку суждено умереть, мы никак не можем его спасти. Так, Шан. Это не концовка смех. Это концовка «Хочу домой». Видишь? Ну, Джошине не выглядел довольно. Мы знали, что будет опасно. Ты правда так считаешь? Может, не много ли опасности за раз? Ну? Ну, у кого-то опасность – это печка. Знаешь? И мост обрушился, потом второй, и пещера завалила. И наверняка еще что-нибудь случится, если мы отыщем другой путь под козером. Даже если ты прав, ты сдашься? Джошине бросил на меня низ твой взгляд, от которого стены пещеры рисковали пойти трещиной похоронить нас под грудой камней. Бросишь все вот так? Джошине выбежал под открытое небо. Не, не хочу, не хочу я смерти. Не ясно, к кому обращался Джошине. Ко мне, к небу или покойной матери. Я слышала каждое слово так отчетливо, будто мы находились в пустой, заподнепроницаемой комнате. Кому, к кому, блин. Кормни мне. Ты вот… Ручше-то мы ее пошли искать. Почему это опять происходит? Как у девала. Почему мне нельзя поверить, что все будет хорошо? Что? Что ты хочешь этим сказать? С кем он говорит? Шизой своей, он говорит. Мы остались перед деревом, где все еще висел трепыхающийся манекен. Его руки и ноги метались со стороны в сторону. Ярко-оранжевая куртка хлопала, как крылья раненой птицы, пытаясь его держаться в воздухе. Плохой о Джошине. Воплощение страха сумасшедшей женщины, боящейся потерять последнего сына. Та часть Джошине, которого она со всей силой пыталась задавить, выкорщивать, уничтожить. То, что было ей не по вкусу. Его настоящая сущность. Хватит, почему я должна тебя слушать? Как такое может быть? В мире существуют настолько роковые совпадения? Голос, существующий в голове Джошине, начал отвечать на его журтом. Если разница, результат не поменяется. Ты или присоединишься ко мне, или продолжишь жить, как прежде. Я не хочу быть таким, как ты. Таким? Каким таким? Мертвым. Ты мертв, черт возьми. Да, ты прав, я всегда мертв. Я выбираю тьму, холод и смерть, потому что я плохой мальчик. Гадкий плохой Джошине, огорчающий маму. Но почему я мертв? Почему? Ты мертв, потому что плохой. Верно. Я только нарушаю правила. Я совершаю воистину бесчеловечные поступки. Например, дерусь с тем, кто бы не мает на меня руку. Так. Я прошу. Я июня. Я очень. Я так и нерываю. Я июня. Я отказываюсь делать то, что мне не хочется Не надо Я влюбляю человека и радуюсь одному его лишь присутствию Хотя могу вызвать чьё-то недовольство Ужасные выпивающие проступки, свершая их, я умираю Раз за разом в твоих кошмарных снах Но кто меня убивает, а? Кто истязает и мучает, пока моё тело не выворачивается наизнанку, а всё вокруг не краснеет от крови? Разве не наша любящая мать каждую ночь истязала меня, кидая под машину или поставляя под нож сумасшедшего садиста? Это она убивала меня Она меня мучила А потом ушла Чего стоили её слова? К чему привели правила инрового учения? К суициду И ты прекрасно знаешь, что она покончила с собой Посмотри уже правде в лицо Мама А что же она делает сейчас, а? Как думаешь? Она угрожает мне Путает меня Не позволяет делать то, что я хочу Ты прав Ты прав, прав Она убивает твою голову чепуху про злой лрок Совпадение Это всего лишь глупые совпадения Но Блин, тот момент, когда здесь Это действительно совпадение Помните концовку совпадения Дебра? Да-да-да Совпадение это концовка Дебра Давайте не пойдём в концовку Дебра Совпадение Она, конечно, классненькая, но Там, я думаю Было Интересненько Запало Что Знаешь, я думаю Там не только Ли и кто-то Немножечко Грохнул Головой Об камень Ну и Дебра, наверное Возмущалась Сияла такая Они были в моей комнате Они были в моей комнате Лазали по моим вещам Где эта Юния? Ей нужно встретиться с моей битой Или с моим молотком Мы же не знаем, что там происходило Пока мы пошли И искать Коробочку Я должен спасти Эрмину Я хочу спасти Эрмину Я не должен слушаться, мама Я не хочу её слушаться Я должен нарушить её собряд Я хочу нарушить его Даже если умру и стану собой И если захочешь стать мной Сыграешь? Холодно-горячо Как обычно Тогда Холодно Замечательно Да это я, верно? Тогда дальше Мы пойдём вместе Это я, я это ты Ничего не надо Ничего не надо Только сейчас Есть у меня Всё, что сейчас есть у меня Я это ты Я это ты Ты это я Ладно Было страшно Но всё равно Два драгоценных камня Два драгоценных камня Но её длина Я не знаю Я не знаю Я не знаю врага блин если не там врага тогда ну наверное падают почему никогда не бывает по простому почему вниз не идет ровный ухоженные дорожки почему именно разрушена лестница зачем столько испытаний как будто сам мир противиться спасению ирмины удобная логика очень удобно чтобы сдаться развернуться и подняться обратно пока еще возможно я готова хорошо я тебя поймаю слышишь ты не упадешь даже джоши на миг засуну осматриваясь расплывающийся перед глазами черную расщелину поскользнись он и рухнет вниз от высоты нескольких десятков метров прямо на выступающий из воды камни но на сомнения не оставалось времени нас ждала вермина душа не оттолкнулся и прыгнул армина там нет мое сердце совершило тройное сальто джак неуспешно оказался по ту сторону трещины ели она не прощала не превышала полуметра я бы с легкостью от нее перешагнула если бы не находилась зависимом состоянии между землей и небесами не бойся я ловлю горле пересохло лицо подступил жар голова закружилась ли его голос прозвучал требовательно он прав пройдя такой путь нельзя останавливаться пусть это и будет последний безумный поступок на сегодня я прыгнула не успела понять удалось ли приземлиться на другой стороне перед глазами почернила я упала умерла что вообще произошло можешь открыть глаза ли или тебе будет сложно идти дальше что я страдом приподняла веки чернода ступила и вернулась в то же самое место жуткую каменную лестницу будто на секунду потеряла сознание а потом пришла в чувство может так оно и было идем да спускаться дальше было стало тяжелее перелы на этом участке лестнице частично отвалились а ступеньки стали гораздо круче еще немного вода оставалась для меня красным разлучатым пятном пока лестница наконец не обралась к каменистым берегом значит участник зимы еще не затопила хорошо не стал дожидаться пока я вреду чувство после сумасшедшего спуска отвязал вировку и затрусил вдоль берега по вискам стекал липкий пот и жил глаза и смахнул с репни с лесни с ресниц влагу и с трудом распрямилась спина заморосил дождь он бил по поверхности воды это дрожало над двосялыми пузырями раньше озеро напоминало отполированное зеркало залитая красной краской сейчас она угляла как мятая ткань через которую пытается прорваться тысячи мертвых рук фермина броши не забежала забирая щека скальную выступ и я потеряла вызов из видов тот же момент раздался удивленный женский скрип но перепугал девочку не обогнула высоту тоже по колено рухнула в воду берег круто обрывался чтобы за лезть не обратно потребовалось беззаметное усилие дальше прикрывая полоса была полностью затоплены и над водой нависал как арка пещерный сход времена сидела на небольшом островке посреди алой воды фермина что вы здесь делаете пришли тебя спасать что же еще джоши не пробирался через толщу воды погружена в нее по пояс ты мы тебя спасем не волнуйся ты ранен подвернула дышку когда убегал из пещеры свод вдруг начал оброшаться земля задрожала я побежала испортнулась силы не хотела доползти до этого островка а потом вода поднялась и господи я заметила что джоши не смотрит мою сторону и улицу не выражала ровным счетом ничего как будто я смотрела глаза кукле все рушится все стоит у нас на пути словно кара за грехи какая разница ты сама мне говорил армина нифига переход музыки ты говорила делать то хочется джоши не сделала шаг вперед сквозь алую воду внезапно говорила что поможешь мне и помогла теперь моя очередь еще шаг говорила что беду можно преодолеть если рядом есть люди готовые прийти на помощь еще шаг говорила что вместе мы спасемся от холода поэтому я поступлю так как хочу поступлю по совести сиди на месте армина я тебя вытащу джоши не добрался до островка я вытащу нас отсюда поторопитесь что-то происходит я указал на восток туда где находилось второе черное озеро от красного брата его отделяла скалистая гряда служащая чем-то вроде высокой каменной перегородки сейчас когда уровень воды повысился через темно-серой волны небольшими водопадами стекали мутные потоки черное озеро будто переливалась через край грозя затопить красное знаю скорее боже лёша не повернулся к армии спиной залезай скорее шан им было тяжело несмотря на то что в воде армина весело куда меньше обычного волны накатывающиеся со стороны наступающего черного озера так и норовили сбить с ног дождь крупными каплями бил по голове застилая глаза но джош не шел медленно будто каждый новый шаг требует непонятно много сил он задействовал все ресурсы без остатки черпал до дна не только физические силы но и всю волю держащуюся на желании спасти армина и подалась навстречу сюда записыш вцепившись куртку джоша не потянуло его на мелководье тело другой билами крупная дрожь я с удивлением заметила что и сама трясусь так словно руки и ноги решили зажить своей собственной жизнью пустились пляс быстрее вода прибывает он был прав на месте где я все это время стояла воды было по колено раньше сейчас красные волны норовили ударить спину надо добраться до лестницы я кивнула хотя сердце кольнуло сомнения с раненой армины забираться наверх будет куда сложнее чем спускаться веселье только начинается а только веселье джоша не снова поднял армина на спину и мы двинулись к лестнице не видя черта не берега на угар шагая по красной воде сзади раздался грохот черное озеро озеро больше ничего не сдерживало она перекинулась через скальную гряду напомнив переполнившуюся ванну вода хлынула через камни мощным потоком создавая единую несущую вверх волну о нет шевелимся лестница приближалась скорее наверх не знаю слишком опасно заберемся на ступень и подождем пока нас вытащат боюсь джоша не заберется настолько высоко и но выхода нет знаю но хватит хоть ссориться не время и не место тогда что нам делать ты не заберешься и на пару ступенек иначе мы утонем вода прибывает слишком быстро хватит мой джоша не запнулся ему требовалось сделать выбор речь эту сторону он сначала на воду потом на каменные ступени мокрые и скользкие от дождя стеснул зубы простирмена наверх лезть нельзя скалонивая держит напор воды поезд нас под ней просто похоронит но что тогда не знаю не знаю не жалеем мы так и погибнем мы не сдадимся джоша не улыбнулся словно прочитав мои мысли ни за что поборемся еще немного верно несмотря на наши грехи да и армина бросила свою мать даже не нарушил наказ и пытался спасти армина несмотря на то что плохой должен умереть да и сама совершила много неправильных поступков но мы не сдадимся черт возьми если утонем в этой проклятой красном воде то только потому что у нас не хватило сил нет никакого злого урока не было и не будет да нам не повезло еще обвалилась армина подвернула ногу из-за обильного дождя у озера стали напоминать огромный переполненный котел но в жизни случается не только неудача пещера что смотрите под водой я оказалась в сторону от лестницы берег там был невидим но на толщу воды поднималась арка пещерного свода выход был наполовину затоплен поэтому раньше не замечал пройдем через нее серьезно по лестнице нам все равно не за не забраться я тебя подержу не волнуйся не даже не подняла меня тяжелый уставший взгляд как будто проверял и мою решимость его глаза потемнели но в них горела воля к жизни вы дополнили с решимостью я проверю а вы пока подождите здесь хорошо вода прибывала я прошла вдоль берега но на этот раз куда осторожнее потому-то сразу заметила что и на этом участке земля резко уходит вниз спрыгнув воду ей два щетила ногами дно я поплыла разрезаем руками красную воду почти сразу над головой навес пещерный свод упадешь на что-то проверишь удивительно потевше за него и заставила тело проплыть еще немного а потом твердо уперлась ногами в дно пещере было темно как могиле только благодаря водяным отсветом я заметила что и здесь земля поднимается над наклоном вверх выброшись из воды я прошла несколько шагов проверяя сможет ли эрмина идти по неровным усыпанным мелкими камешками пещерного пола все нормально да я снова зашла в воду чувствуя как холод приникает каждую клеточку кожи еще немного совсем немного осталось шэн сюда джиша не стала тратить времени разговора лишь обозрящую одну свернини держись там хорошо я помогу горем пола мы заплыли в пещеру спины неприятно били наступающие волны ли на миг показалось что я тону лицо обжег холод в рот попала вода вот он мир ледяной тьмы не понимаешь где находишься что происходит просто уходишь на дно лишишь из всех органов чувств порядке но безопасности я себя ощутила только когда на четвереньках позвала в пещеру это было тут же его прервал дикий грохот донесшийся снаружи земля тряслась и завибрировала как землетрясение сверху посыпались грязь и песок что это обвал к счастью на этом все и прекратилось я так испугалась что не сразу вспомнила как разговаривать нас едва не похоронила потом ломками камней сколько времени потратили бы спасатели пытаясь отыскать наши набухшие от воды трупы звук доносился страны лестница позже если бы мы остались кажется мы только что делали самый удачный выбор своей жизни ладно еще ничего не закончилось надо выбираться отсюда ну а эрмина как ты если поможете я пытаюсь идти сама погодите он начал бить по карманам судом пытаясь что-то в них найти так так что там ты связала с опытным искательным приключениям у меня всегда с собой вода непроницаемый фонарик нам повезет если эта пещера похожа на предыдущую если же нет все будет хорошо мы подхватили эрмина удерживая ее с двух сторон за спину и начали бесконечно долгий подъем точнее мне он показался бесконечным я устала замерзлыми не пугали царевшие вокруг тьма и шорохи удивительно но все еще оставались силы здрагивать от малейшего звука ожидая когда свод пещеры рухнет на голову свет фонарика описывал впереди странные круги по этому что рука джоши непредадельски дрожала части пока нам не встретилась не нам ничего страшного не трещин в земле не завалов ли ведет это путеводная звезда под названием о так я еще не умирала мы шли ты часто попадал такие переделки а бывало конечно всякое но так сильно не рассказал впервые было страшно да и обрадовалась когда вы за мной пришли и правда на миг подумала что на меня обрушилась наказание когда все плохо хочется сказать хоть какое-то объяснение даже самое нелепое если я должна умереть хочется хотя бы знать почему раз придурков не встретил кто в принципе не попадал человеку присуще желание держать все под контролем да иначе становится слишком страшно контроль создает иллюзию безопасности знаем мы одного ну знаем мы одного человека ну знаете у него все под контролем как почему она с ним слишком много общается поэтому и заговорилась как он знаешь с кем поведешься от того наберешься не знаешь что ли в этом руте она очень много общалась винсон вам знаешь с ноги иллюзию да вы правы все мои проверки были всего лишь иллюзий я хотел верить что контролировал свою жизнь не придает ожидания маму твой деде были за еще и проверками знаете куда надо же не использовать пистолет или что-нибудь такое представь к виску и дело с концом стопроцентная проверка но я всегда выбирала опасность из которых реально выкарабкаться и всегда дала себе шанс нет ничего дурного желания выжить да я очень хочу жить я очень боюсь умереть но так больше нельзя я смотрел ничего не делал пока умирал мой брат оди один звонок скорую мог спасти его жизнь один проклятый звонок притяни руку подними трубку и мой брат до сих пор жив джошни и мы даже не пытались его спасти я больше так не хочу это мы еще раз финансы не прошли а следующий-то руд карделии там тоже она будет разговаривать как винс или мы будем заниматься роботостроением может права мама а может правы ли и винс и остальные неважно я просто хотел спасти тебя армина потому что страшно представить если ты исчезнешь и не хотел чтобы ты исчезла потому что не сделает такое вот вот я считаю что отлично сначала короче мы будто рот кардерейдя сразу после его рота а это в принципе сейчас блин я не могу это 10 посмотреть там же идет по порядку по моему как раз дебра шэн карделия винс и потом ли в концовках поэтому возможно условно все равно же порядка пишется вроде бы да по-моему рот винс последний писался но я имею ввиду не учитывая рот ли ну как писаться это все делалось поэтому условно все равно предполагается что ты каким-то таким путем будешь проходить но в принципе если проходить разумы с пасами история периодически играет разными красками наверное если пройти рот шана первым ты сразу же будешь смотреть на все все его появления что он там делает других рутах а так собственно мы прошли рот дебры и тут мы в определенных местах тоже понимаем некоторые вещи и почему например она так запросто говорит снова на вот это все фигня но теперь мы точно знаем почему он в завтрак шан так завтраки просто спокойненько свалил я просто хотел спасите беремнина потому что страшно представить если ты исчезнешь я не хотел чтобы ты исчезала я должен слушаться маминых наказов иначе умру но если они говорят мне бросить себя умирать я слушаюсь стану плохим а может быть это самое вы побережете силы быть потом поговорить но я понимаю что надо обсудить но давайте при себя наверх будто что и же не было такой как они описывают но есть нюанс но они пытаются себя вести так как все равно этого периодически проскальзывает какие-то вещи там в том же роте дебра по моему когда что-то ругали что он такой давайте не будем рыгаться пожалуй пожалуйста его там тоже очень напряжно напрягался не прям так но условно какой-то такое тоже было то что можно после его рута описать почему он так делал это не просто так ну понятно что это не просто очень очевидно что мы играем в разные версии того как все это происходило и оно действительно происходило но конкретную причину почему все это так происходит мы узнаем позже то очевидно потому что каждый раз все происходит ну все события начинается после того как мы это охота за закрывающими заканчивается и каждый персонаж что-то читает в своем письме и но он что-то там пишет им гениально там я за дебри он за может путь пишет типа там не знаю что он может д Byрry а что он такого дбры написал Güven у строк ką чтой что я сделал что что как ты вот что я сделал мистер нолан что я что я такого сделал op ап в этих двух не говорилось вроде как. Все еще. В Рути Дебра мы точно не знаем. Потому что она там вообще все нафиг. Вскрывала как можно. И вскрывала всех остальных. А Рудшена мы, по-моему, даже не интересовались особо. Мы просто подумали, что это как-то странноватый. И такие, а, ну пофиг. Он такие, он жрет ягоды. Даже не задумывались про письмо. В одном Рути точно узнаем. Ну, В Рути Ли мы точно узнаем. Разве попытки не бессмысленны? Я привык рисковать. Ты не боишься смерти? Поздно бояться. Я нарушил главные заповеди своей матери. Подрослась Кахфлин. Последовала зову сердца Каджу. Решила спасти тебя, хотя ты должен был оставить произвол судьбы, как мама поступила в соде. Я страшный грешник. Я очень боюсь умереть. Я такого не говорил? Ага. Ну, не, просто мне кажется, что в Рути Ли это логично узнать, потому что это же у неё шиза будет. Наверное. Но он нам что-то напишет интересного. Поэтому мы как бы мы, по идее, должны знать, что там написано. А вот у других это уже вопрос, у кого мы можем узнать. У нас остались ещё Винс и Кордели. А вообще, может, мы узнаем, что было написано в конверте Юнии. Итог. На миг лицо Джуши не озарила умиротворённая улыбка. Никогда прежде не видела, чтобы он вот так улыбался. Есть более важные вещи. Не буду врать. Мне страшно. Для пущей убедительности он поднял трясущиеся руки. Неясно, а страха не дрожали или от холода. Да, от всего сразу. Но допустить твою смерть было страшнее. Гораздо страшнее. Спасибо. Я всего лишь оправдывала самоубийство матери. Как глупо. Вся моя чёртовая жизнь бред сумасшедшей женщины. Нифига ты, конечно, излечился за один сеанс. Хоть и ладно, какой излечился. Вы всё равно отсюда не уедете. Из-за мне, как из Омска, уехать нельзя. Так что, да, если что, если вы не знали, то Омнея, на самом деле, это Омск. Это не так. Она любила тебя и заботилась. По-своему, конечно, но не думая, что она желала тебе зла. Ну, у неё просто голова крыши не на месте была. Поэтому она думала, что она делает добро. Она не понимала. Она просто не осознавала этого. Она не могла этого понять, в принципе. Неправда, у меня есть подружка из Омска. Трижды в Питер приезжала. А ты уверена, что это была она? Точно была верна. Возможно, они посылают свои проекции или роботов. Потому что из Омска выйти нельзя. Это, блин, девочка, она была в этом комьюнете. Она говорила, молодой человек живёт в Омске. Такая, да, я знаю. с Омска уехать нельзя. И тоже, сама тоже, тоже шутила, что да, Омск. ой. ой. Ничего, у меня пока нет, кто померен. Любовь к матери не глупость. Даже такая, скалеченная и вывернутая на изданку не глупость. Спасибо. Мне показалось, что Джоши небеззвучно плачет. Я думала о последними словами твоей матери, теми, что она оставила записки. Могу ошибаться, но, может быть, она поняла, как сильно ошибалась, поняла, что натворила и ушла, позволив тебе самому выбирать, как жить. Рядом с ней ты бы никогда не сбылась от её пагубного влияния. Рядом с ней ты бы продолжалась или поверить каждому мою слову. Умереть, твоя мама освободила тебя. Я тоже так думаю. Мама. На деле, никто не знает, что она имела в виду. Может, она на самом деле устроила себе проверку или испугалась, сознав, что все её труды напрасны. Как бы она ни старалась, сын всё равно умудрился подвергнуть себе опасности. Но, может, она рассказала совершенно ошибки и не вынесла грузовины. Кто знает. Но я хотела верить в версию Эрмины. Майн Джоши не решила отпустить его, поэтому ушла сама. Нет. Это было явно не так. Почему бы и нет? Скорее, версия там, где она просто почувствовала вину и, собственно, не смогла этого удержать. Вот это вот звучит более вероятно. Должны в этой мрачной истории найти все светлые стороны. Спасибо. Пиши, развела нас наверх. На каком-то участке пути её дно выровнялось и мы зашагали по идеальной горизонтальной поверхности, но потом опять начался подъём. Куда вы выйдете? Скорее бы увидеть небо. полное испытание путь скоро завершился впереди замаячил свет. Он был тосклонен ясным для наших привычек по мраку глаз он сидел как самый мощный прожектор. Наконец! Свет придал нам сил. Мы заспешили ему на встречу, и даже рамнина увереннее ступала на больную ногу. Ура! Мы вылезли! Ха-ха-ха! Я словно вырвалась на волю из душного набитого пылью грязи мешка. Меня больше не беспокоил дождь, а наоборот я с подсоргом подставила лицо крупными каплями. Крупными каплями. Выбрались. Где мы? Греша не гляделась по сторонам, но взгляд его был мутным и уставшим. Дома мы ушли западнее смотревая площадки, но я не уверен. Единственные остальные должны быть где-то рядом. Надеюсь. Греша не кивнул. Идти по лесу оказалось сложнее, чем по пещерному дну. У нас заблетались ноги несколько раз я чуть не упала. Простите. Ничего-ничего. Чуть не упала. Так. К счастью, скоро мы вышли на расчищенное место, напоминающее старую взросшую дорогу. Так. Где овраг? Или в этой концовке ты не в овраг? Одна из лиристических троп. И тогда... Эй, Шэм! Ли! Да, мы здесь! Из последней сил я набрала в легкие как можно больше воздуха. Мы здесь! Впереди из кустов с шумом выбрался человек. Следом за ним еще один. Наконец. Вот и вы, черт, держите за меня. Как вы оказались на этом берегу? Мы сродили временную переправу главного моста. Неплохо так вышло. Только сейчас не в этом дело. Скорее, в гостиницу. Неприятно признавать, но и он то есть куда сильнее чем-то разрывало. Повердив перед собой Лай Винсен, я разрешила на натянутые внутри страны не расслабиться. И тут отключилась, как электроприбор, вытащенный из розетки. Все закончилось. Так. Продолжение следует... Жизнь ли тоже? История с ударой гостиницы еще не окончена. Седьмой день. Я все же хочу попрощаться с заповедником. Ммм. Ммм. Продолжение следует... Ничего, не забыли? Глаза стримера не открылись. Наша... Труп на памяти стоит, да? Сказано с тем, что кто-то стоит в заповеднике. Да. Про, а не, это прощение. Никто на глаза закрывается? Поставь. Прошел это внимание или нет? Ом, нет, не пришел это внимание. Я, наверное, еще... Ну знаешь, как... Так, быстрее. Нормал охраняется, круто. Так... Ща... Я аж посмотрю. Ща, где я, кто я? А это сейчас тоже? Так... Вот. Так... Один на страницу, да? Один на страницу, да? Так, придется... О боже, дети, субтердованны... Родолбанная. Наша Петра. Она вот чёрная. Пирина. Родолбан. Хм. Хм. А, в нормаленде, получается, нет вот этого все-таки, а у Дебры это так же? Что-то у Дебры я вообще не заметила, наверное, этого. А, в нормаленде, получается, нет, 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 нет. Постой. У меня нет записи. Почему? Да-да-да, я увидела. Пересмотрела посты. А почему у меня нет записей? Ну, я имею в виду Дебры. Так. Может быть, я не сделала его. Так. Стой. Нет, у меня есть она. Так. Положаю на классовку. Да. Почему она у меня не добавлена в плейлист? Вот. Все хорошо. Хорошо я все починила. У меня просто в плейлисте не было видео одного. Все. Так. Сейчас переставлю. У меня плейлист заканчивается там, где мы еще только читали. Не дочитали концовку, мама. Так. Так. Доброе. Включим рук. Так. Так. Все в тетра. У нас еще раз. Так, тетра. Давай, попружайся, пожалуйста. Так, ага. Так, так, бальчаница не взрывай. Вот, так, седьмой день. Да, действительно, открывает глаза. Офигеть. Что-то меня просило на это внимание, наверное, совсем. Все, все, все найдено, все починено. Все хорошо. Зато, старые, пофиксили еще плейлист на ютубе. Теперь там все видео. Ничего не забыли? В случае чего, Элайси привезет, да? Я вам не шаг, чтобы таскать забытые шмотки. Даже если получит награда куличное пирожное. Это тебя можно подкупить пирожным. А я требую уважения и поклонения. И пироженку. Ну, за чего не дождешься и за сотню лет. Спорим? Никто не подпишется на столетний спор, Элай. Ты уверен, что эта развалюка довезет нас до города? Как-то не доверяй ей. Меня можешь оскорблять сколько угодно, но красотку не смей. Она моя единственная родная душа на всем белом свете. Бедный, Элай. Прямо это за комплимент? Мы тебя ценим и любим. И будем мы любить еще сильнее, если доберемся до города целыми невредимыми. Дело части. Красотка справится. Посмотрим. Разговор прерывался так, как Элай запыхтел, пытаясь тиснуть багажник чемодан Дебры. В машине Винсена места было больше, но она до сих пор лежала во враге. Смешно, конечно, но сначала все эвакуаторы были заняты, а потом отказались ехать в глушь, пока не прекратится дождь. Поэтому Элай обещал проследить, чтобы Джип Винсена вытащили как только так сразу. Все зависело от осенних проливных дождей. А мы в пятером поедем на красотки, причем за рулем будет Винсон. Элай, Элай и Эрмина временно оставались во мне. Элай злобно сопнул языком. Ты притащила с собой весь свой гардероб? Никогда не видела чемоданов таких размеров. Всего лишь небольшой чемоданчик из категории средненьких. Да ты издеваешься. Берите пример Джоши, у него один рюкзак на все случаи ее жизни. Слышишь, Дебра, выбрасывай модные шмотки, запасайся плащ-палаткой, мотком-веревки, котелком да упаковкой спичек. Ты забыл про фонарик. Я пойдусь без ваших советов. Я всегда ношу с собой все необходимое. Я всегда ношу с собой видеокамеру. Так и надо. Насыщенные дни учебы во мне подошли к концу. Оказалось, смотровая площадка упала в озеро. То ли из-за старости, то ли под действием вчерашней разрушительной стихии, но часть утеса откалывалась и рухнула прямо на камерную лестницу. Но хоть все падения мы услышали. Страшно представить нашу участь не на зиму вторую пещеру. Однако мы справились и выжили. И скоро будем дома. Курс лекций был успешно завершен. Не учебы подошли к концу вашей жизни тоже. Хе-хе-хе. Кхе-хе. С Армины мы обвинялись телефон номера и мы помещали поддерживать связь. Думаю, мы станем с ней хорошими друзьями. Да-да, думай. Джош и Несармины улыбались, но вели себя рядом друг другу слегка скованно. Скорее всего смущались для обоих. Это была первая влюбленность и они просто не знали как себя вести. Вот она молодость. Верно, это у нас бабуля. Вот тебе подождают мальшар в раке тупыцем питание. Ха-ха-ха. Найс такой. Ладно, болтайтесь чуть-чуть по дороге. Собирайтесь. Знаете. А? Забыл что-то? Если сундук сокровище, то уж извини, за хламы добрые, плагашник больше ничего не поместится. Даже бы до конца жизни. Псссс. Последний раз! Прогуляться перед поездочкой. Наваследок. Когда я здесь еще окажусь? Наверное, никогда. Ну или навсегда. Не волнуйтесь. Да, я много грешил за последние дни в лесу, со мной со мной может произойти много чего страшного. Мы можем свалиться в пропасть или заловиться или еще что-нибудь. Или упасть. Блин, ты уже сказал свалиться в пропасть. Мы же свалились в пропасть. Ублуждали мы в руке Дебры. Не знаю, ты случайно подожжешь лес и мы там все сгорим. Или на нас упадут деревья. Что за спойлер? Он ломает четвертую стену, ты не понимаешь. Но с тем же успехом красотка попадет в аварию и от смерти не убежишь. Так какая разница? Опять спойлера, да? Эээ, Джошиня. Простите, я пошутил. Ооо. Прекращай нас подкалывать. Ты всегда шутишь с непроницаемым лицом. Насчет прогулки я серьезен. Ммм. Остановись. Ха-ха. Просто. Сейчас. Это должно быть здесь. Нет. Этого здесь нет. Поэтому сейчас. Эм-эм. Сейчас. А, да, это видно. Он просто. Стоп, да, вот здесь у меня другой экран. Просто посмотрите это. Остановите его. Что за спойлеры? Да, остановись ты. Кстати, надо захват экрана переключить на этот монитор. Пожалуйста Первым же летом человеке был прикол Когда его схватили там челы Важно, что он теперь скажет сюжет первого Жеча Прикольный факт Надо пересмотреть первого жеча Пожалуйста Что ж, почему бы нет Все вместе в последний раз прогуляемся По целебным заповедным лесам Так Я отойду буквально на минутку Так Сейчас Ровно на минуту отойду Пока что Ну, узнаете Такие На недельку До седьмого Я уеду в края мнейной Поглядеть отбывшим глазом На гладь живых озер И там я буду разом Телом Да и водолазом Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку До седьмого Я уеду до амнии Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку До седьмого Я доеду до амнии Где халявят на шезлонге Рыжий наш Илай И у вас в заповедном крае На общественном начале Если только захотите Будет личный водолаз На недельку До седьмого Сбегу я до амнии На такси и джипе К вам в крае без связи Водолазы ищут клады Только кладов мне не надо Я за то, чтоб в озерах красных Не тонули наши гости-ребятишки На недельку до седьмого Останусь я во мне Я за то, чтоб в озерах красных Не тонули шены-ребятишки Люди, которые знали Тут есть такие Спойлеры Блин, мы купили голубику Она ужасно кисла Думала, лучше из нее Что-нибудь взяла сахарком Спасибо Мы миновали главные ворота Хорошо, не шел быстро Энергично, как всегда Ушен, куда ты так бежишь Я устала тебя ловить Когда-нибудь я организую охоту За сокровищем И где главной целью буду Я сам В смысле Тебя никто не поймает Хотя На что-нибудь тебя-то приманить можно Люди будут в нее играть Вы-то точно будете Его улыбка была озорной Веселой, как у совсем Юного мальчишки Более того, она была свободной Мне показалось Сильве в голосе появилось Некоторое ей хитство Нам всем Еще предстояло познакомиться С настоящим Джошини До этого Скрывавшимся под маской Но я не сомневалась Что полюблю этого нового Джошини Так же, как и старого Я тебя обязательно найду Ну все же, можно идти помереней? Кажется, я сейчас умру А это самое Давай без спойлеров тоже Прости, прости Отношения Джошини и Юни Находились в состоянии Вежливой дружбы Было немного неловко Но я не сомневалась Что скоро они снова Смогут общаться С легкостью в сердце Наверное Если они смогут Общаться, в принципе Ну, знаешь Мертвая Ты не очень-то Разговорчивая Эрмина, а как твоя нога? Уже лучше Могу ходить Тебе повезло А ты нашла тот клад За которым пошла к озерам? Нет Не думаю, что это был клад Теперь я никогда не узнаю Всегда можно вернуться Когда вода спадет Тебе не стало так спешить Подвергать себя опасности Знаешь, что ты можешь ходить Есть такое Ну, хотя не Если ногу не сильно подверну То тебе только Времени Мы-то не догадались Впереди показался Главный мост По нему теперь можно было Перебраться, что Джошини и сделал Я хочу увидеть Смотровую площадку Ее больше нет Знаю Но я хочу увидеть Мы вышли Заросли Распихиваясь Стороны ветки Оказались Под открытым небом Смотровая площадка исчезла Вместо нее Перед нами Раскинулся вид Далеких самоцветов Таинственных озер Передернутых Туманной дымкой Однако Они перестали Натвендыграться на камни Утратив свои уникальные цвета И слившись воедино Не подходите Близко Здесь опасно Озера Больше не цветные Скорее всего Вода смешалась Изменился Ее химический состав Что-то не так? Сегодня озера Одного цвета Завтра другого Сегодня мы считаем За зло Одну вещь Завтра другую Здесь опасно Удивительно Сегодня мы думаем Что поставим Правильно и верно А завтра Смотрим на мир Чуть иначе И начинаем жалеть Это и есть жизнь, да? Да Мы молчали Мы молчали И смотрели На завраживающую картину Больше не требовая слов Тучи над головой Были такими же серыми Как и вода в озерах Такой же серой Была земля Вернемся? Затянувшаяся пауза Нарушил бодрый голос Джошини Да, до встречи Заповедник Может еще свидимся? Да, в следующем уроке Свидетесь Не переживай Вы еще долго Отсюда не уедете Джошини бросил Долгий взгляд вдаль Прощай И спасибо Мы шагали По лесу обратно Не верила Что прогулка Закончилась Без пары Тройки лихих передряг Я уже настолько привыкла К неожиданностям проблемам Что теризовалось чувство Чего-то недостающего Да, кто-то не помер Что-то странно Блин, никто не умер Все еще Что-то вот как-то Вот как-то не так, да? И вот так и становятся Адреналиновыми наркоманами Впереди показался мост Я уже устала Кто-нибудь Понесите меня Как принцессу? Да хоть как-нибудь Ничего-ничего Я скоро бы ужался Что ноги затеклят Долго У сидения машины Хе-хе Мысль мне наступили На импровизированный мост С досок раздалось Тихое поскрипывание Не будет Хе-хе Да Ай Я говорю А мне как Омск Отсюда не выбраться Ну хотя Вот Когда Омнее Перестанет быть Омней Наверное, да Тогда не выберутся Может быть Если Омск Перестанет быть Омском Из него тоже смогут выбраться? Что-то звучит Стойте Командный голос Жёшния заставил На замерято месте Ерсону только Слегка повернуть голову Что случилось? Не шевелитесь С мостом Что-то не так Не так? Скрип досок Зазвучал громче Я неосознанно Задержал дыхание Словно это могло Как-то укрепить доски Или сделать меня легче Что случилось? Мы же нормально Перешли через него Полчаса назад Кто там такое? Не знаю Странно ли Ермина Я протела вам руки И в одновременно Прыгните мне На встречу Поняли? Ого Хорошо Эмилина вернулась Стараясь двигаться Настолько аккуратно Насколько это вообще Представлялось возможным Доски заскрипели В яростной агонии Внезапно В их протяженный плач Ворвался резкий треск Нет Ли Я пыталась отступить Но опора Под ногами Куда-то провалилась Ура! Мы упали Нет Нет, нет, нет Я коротко Скрипнула Звернулась В надежде Хотя бы Оттолкнуть Армина С рычажей Но девушки Нигде не было видно Нет Время остановилось Тело застыло В невесомости Кто пытался Хватить меня за руку Ли Но было поздно Я упала Вокруг было серо Серое небо Серая вода Так Эм Сейчас Бумажка Носико 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 Одна секунда. Сейчас. Пусть она падает там пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Блин, читала потолка. Моё тело с силой рухнуло, прямо в брулящий зев, стремительно бегущий вперёд реки. Я не ощутила боли. В голове всё перепуталось. Где низ, где верх, где мои руки, где ноги. Перед глазами клубились тёмно-серые пузыри. В ушах глудело. Было очень холодно. Это конец. Я умру. Больше страха смерти меня терзало чувство едкой обиды. Я не хотела умирать. Не хотела. Только не сейчас. Никогда всё стало хорошо. Никогда мы победили злой Рокус и Милипер убедить Джошини. Нет. Всё не закончится вот так. Но страх исчез. Чувства истощились, словно пятно алой краски, смываемое потоком чистой воды. Бежать, 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 бежать. Что ж, вот такая была концовка. Хорошая. Так. Давай, Руд Кордель и Руд Винца. Мы освободились. Что ж. Ну, на этом я заканчиваю. Всем спасибо, всем пока. Увидимся на Руде Кордель. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова